а блять тут же орбитальный забыл алё так раз два раз так еще чё-нибудь пиздони это не сарказм короче в гостях у нас сегодня орбитальный до камера моя демонстрируется кстати нет значит кто я такой но довольно прикольно ты меня в предыдущий раз представил это короче я с этого определения себя чуть со стула не упал калмык который снимает видосы чтобы потом их заказать сармат значит меня зовут орбитальный с канала орбитальные стримы что очень важно я собственно делаю контент в интернете уже почти 10 лет как ни странно просто не 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 в один из этих годов мне не удалось расфармиться до хоть чего-нибудь адекватного я так сказать хотел бы немножечко ну я вот начали подрубил стрим с тобой чуть не умер от ужаса короче подумал типа пуля как какого маргу хуевое настроение но потом до меня дошло снова что у тебя все-таки утро они они вечер это я только что чуть не попиздился с двумя водителями маршрутки уже вечер и после работы можно ложиться спать поэтому чтобы не было скучно я собственно небольшой экспром сделал и йоу йоу это роялити бит роялити фри естественно эй маргинал я пришел на твой канал за вопросами не про аналы не про кукан я пришел выстрелить респект про нижний интернет он как нижний брейк он красивее не потнея с лицом как хуёво на уровне хуя блогер всегда готов и да я подсос но я не чувствую свежих роз но сармата я не подтирал я просто все это на камеру снимал нет я не кремлебот но youtube мне не дает пройти ни в какой поворот я свеж и хитер как зильберман но внимание публики хватает только на кукан я реалист сквозь вархаммер я смотрю на свою жизнь мораль я беру из стартрек а с женщинами в отношениях веду себя как flex и йоу 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 маргинал что ты скажешь это хайп это хайп это хайп но я думаю я думаю тебе нужен хороший продюсер о боже тебе надо найти музыкального продюсера то есть это определенно хит собственно ну настало время все-таки по-человечески представится короче я делаю стрима я смотрю маргинала я смотрю сармата периодически очень давно так сказать заочно закон знаком то есть как для меня сейчас как находиться по ту сторону зеркало наверное и ну что решил немножечко за формится у тебя ранее приходил к сармата действительно мы разговаривали про такие чрезвычайно популярные среди его аудитории вещи как философия гробоидов это из треморс замечательные существа ну и прочие вещи в результате которых ко мне пришел буквально один человек а вот собственно это собственно вторая попытка которая собственно чем я предлагаю сегодня заняться и какие вопросы я предлагаю обсудить и что вообще в принципе зрители могут у меня и спросите какую тему задать я на самом деле человек но практически эпохи возрождения потому что я талантлив целом перечне различных вещей но не так как маэстро конечно но принцип тоже талантлив я рекомендую задавать вопросы которые просто мне кажется нахрен задушат марго потому что скорее всего о них забудут с первыми же это вся научная фантастика то есть все что ты любишь это перед перечисляя выбери что из этого для тебя является любимым стартрек звездные воины вархаммер 40 тысяч на краю вселенной он же фарский и еще был такой сериал из 90-х лекс звездные врата то есть я являюсь специалистом в любом из этих миров поэтому на протяжении всего стрима можете так сказать задавать свои вопросы помимо этого я профессиональный типа видео мейкер или как это называется у нас тут называется просто видеограф моушен дизайнер оператор поэтому если кто-то хочет начать свою деятельность или прокачать скейт свои навыки вкатиться в профессию могу чего-нибудь скинки инсайда рассказать но опять-таки есть канал кусок технологию на 10 тысяч небольшой но там как раз все очень профильное чекайте драматургия я бывший актер нынешний актер не то чтобы профессиональный все то есть но это как раз вот тема который я бы рекомендовал тема на которой я бы рекомендовал задавать вопросы самих зрителей да да но я просто тут как бы понт в том что они довольно быстро их забудут уже через менее чем через полчаса поэтому собственно все равно будут вкатывать что-то по ходу дискуссия ну и собственно к тебе у меня были несколько вопросов я вначале кстати не то чтобы прям уж знаешь любил тебя смотреть я просто бывший коммунист вдобавок ко всему вот этому перечню который только сейчас только что прозвучал причем это не шутка то есть то что я сейчас перечислил это нихуя не рофил это вот реально причем современные современные школьники это называют шуе то есть когда человек вкатывается сразу во все для них это тип что-то непознаваемое вот и собственно на твой контент я наткнулся сразу же как я прошел полный и окончательный цикл лекций михаил васильевич попова по науке логики фонда рабочей академии я слышал о таком долгое время тебя не смог смотреть потому что у меня была иррациональная ненависть разным звуком потому что я в основном естественно слушаю просто в наушнике только звук и значительная часть контента это было ну наверное охарактеризовать это можно как кунилингус крылышку куры курочки даже кунилингус кожи крылышка курочки вот но потом когда я смог преодолеть вот этот вот рубеж хентайных звуков поедания на стриме мне так сказать значительная часть контента стала серьезно импонировать и что самое интересное смотрю я где-то уже наверное года три-четыре возра ну не то что возраст а отношение к зрителям у тебя меняется вместе с тем как собственно ты растешь но не в плане подписчиков имеется ввиду плане возраста и дело не в том что там мода меняется приколы меняется подход меняется и вот это вот конечно такой не то что индивидуальные а честный по честный подход к зрителям и к себе без какого он там ебаного образом 24 на 7 эксплуатирующегося это конечно прикольно да я наверно 30 секунд сделаю перерыв гортани водички хлебну заодно выдохнув учет как нормально так донаты арзанис 200 рублей сколько на кик вот кстати хуй знает жади 100 рублей кринжовый гость горе в семье спасибо за 100 рублей виталий кравец 100 рублей плюс в чат кто выжил после атаки кринжом тоня 100 рублей вопрос гостю сколько стоит твой ки к ха 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 нет серьезно ха 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 ладно сейчас реально серьезно сколько стоит кик спасибо за 100 рублей мангока 100 рублей вопрос гостю когда он уйдет спасибо за 100 рублей егор гагарин 100 рублей 1 гость называется экспертом science-фикшене пусть расскажет за звездный десант хайнлайна чего кого кому ну вот тут но в смысле за звездный десант рассказать я не знаю марго у тебя было чем в таком духе на каком-нибудь в каком-нибудь из твоих образований когда вы брали что-то вроде колобка и из его выстраивали мега концепции что она там не знаю символизирует какие-нибудь параллели с орфеем и в редикой или что еще в таком духе то есть вытягивали из произведений то чего там нету додумывали дополнительные сценарные смыслы непонятно объясняю нет спасибо за подписку а луз урана спасибо первое твоя подписка топич окей что-то еще да тут донаты пришли мангока 100 рублей вопрос гостю как правильно лизать крылышки куни пердешь срать язычок расчленен к пиздобол дюна хайнлайн в оперы плясать космическое государство но это были варианты или от и он подумал что он на мой язык перешел может не знаю там не было двоеточие но там только восклицательные знаки понял нет я я не понимаю я не дорос еще до такого уровня хорошо так донаты кончились нет арзане с 200 рублей почему гости за так спасибо за 200 рублей короче говоря я значит позиционирую себя как настоящего элитария которого вырастил выписывал сармат чтобы его прямо сейчас на стриме распирала гордость если он когда-нибудь это увидит значит методика определения элитаризма у меня примерно такая же как у сармата то есть кто такой элитарий но это тот кто жрет элитарная то есть если будет колбаса с каким-нибудь вкраплениями жира называться элитарным то собственно я кто едят элитарии музыку или ты летную кто слушает элитария то есть но поэтому как бы в приведение приведение как бы доказательства подобному утверждению я тоже возьму вещь которая является элитарной и буду в ней наверное продолжать сидеть кто подобные вещи использует ну соответственно тоже элитария значит и на мой взгляд есть определенная определенная ниша в интернете прослойки между ребятами которые любят и royal стримы или или как бы ты назвал то чем занимаетесь то чем занимается представителя конфы это и и royal streaming или это чатинг или как как это но это не и рл streaming точно образовательно-развлекательный контент в целом как правило стримы но не и рл это по улице а это обязательно когда хорошо это но в общем я практически уверен что есть некая категория зрителей которые находятся между вот таким набором стримов стримеров как вы ребята и стримерами которые являются полностью игровыми стримерами которые занимаются но просто попёрдыванием на стримы и там раз в несколько минут произношением какого-нибудь там типа вау и вот это вот аудитория она не лезет конкретно там в академическую философию и там не знаю какую-нибудь академическую культурологию историю так далее то есть в науки которые кажутся которые считаются важными а она руководствуясь каким-то минимальным образованием минимальным ну скажем так минимальным набором знаниям проводят параллели между довольно простыми фильмами стримами играми и академическими дисциплинами и из этого из всего извлекает наиболее интересные отсылки наиболее так закройка я чё-то то у меня дизморали тупо идеально так вот лор с примесью и поиском отсылок в самых так сказать интересных знакомых может быть не совсем образованных в не слишком много читавших художественных литературе художественной литературе людях даже наверное это я сформулировал не совсем понятно стало ли понятнее чем мы занимаемся у нас на канале нет какие-нибудь донаты есть кстати говоря да мангустов 100 рублей марго привет пусть гость споет боевой гимн брунен джи спасибо за 100 рублей яху 100 рублей если украину скоро разделят то в какую ее часть лучше всего переехать чтобы получить наибольший профит но вряд ли это вопрос ко мне наверно то смотря кто будет ее делить правильно арзанис 100 рублей еще и с слова есть не знал ссори сколько за кик спасибо за 100 рублей монга к 100 рублей однажды купил гость шляпу она ему как раз один брунен джи это его ее холм барей его раз там по моему заколдованы запрещенные слова дальше и там что-то на на брунен джи примерно то же самое что ну про проще привести аналогию есть был по крайней мере такой блогер с которым что-то не то стало это рок пиар если такого был такой да у него не то чтобы были обзоры на игры то есть вряд ли их можно было бы обзывать назвать именно обзорами на игры скорее все-таки это с на тему всей хуйни что у меня сложилось голове о теме этих игр или даже просто что мне приходило в голову пока я в них играл но как бы не самооценка этих игр то есть с политикой с философией с там с человеческим капиталом и всем тем прочим что он включал эти с можешь согласиться с этим но что-то вроде по сути дела это примерно тоже что проект вертится диски был то есть вот особенно ярко это видно на примере видео вспоминаем фоллаут рок пиара кстати помню когда мне мэтт написал где найти видео про фоллаут которые я смотрел в тот момент когда он зарейдил мой стрим вот я стал спрашивать короче у погрома куда делись все видео рок пиара на что мне не погрома по моему марина урусова ответила что рок пиар он решил наказать подписчиков патреона за маленькие донаты поэтому спрятал все видео вот успешная стратегия человек специфический да так о чем ты там говорил контент который я делаю он ну я не буду причислять себя прям к великим типа рок пиара но занимаюсь я не ничто но чем-то сам не вижу чатаная просто представляю какая хуйня там час потому что когда когда переживаешь словесные конструкции они очень вот становятся похожими на шизофазию до маргинал да случается ну вот да и монга к 100 рублей чувак всем похуй на твои охуительные истории лучше перепои все песни альбины сексовой кста все мои донаты за кик спасибо за 100 рублей украина 100 рублей смешно интересно мне тут пришла мысль что возможно было бы лучше обойтись без рэпа и просто сказать что я занимаюсь обзорами игр но но это не точно да то есть вполне возможно что вот так как она есть это тоже вполне себе здорово а были у меня были у меня достаточно простые вопросы к тебе по твоим прежде всего политическим взглядом если если еще ими не задушили вот по поводу зелени то что ты говоришь что ты зеленый ты когда это говоришь ты имеешь ввиду именно какой-то академическое политическое направление и сложившихся имеется ввиду уже сформировавшиеся или имеется ввиду что все-таки это про экологию и про какой-то традиционализм то есть что у тебя в зеленые вкладывать мне очень это интересно и я помню было видео на эту тему но там не был раскрыт подробно вопрос то есть то что ты зеленый это означает что за какие политические силы бы ты прежде всего топил но которые за сохранность окружающей среды то есть то что зеленый это прежде всего именно про экологию но про что еще но мало ли там всякие знаешь движение типа мацураева там причем здесь не ну зеленые это же может быть название какой-нибудь там исламской организации или еще что может быть это троллинг в троллинге был страны вот собственно это мне было интересно всякое бывает в жизни да ну еще был вопрос окей окей есть еще такой ну довольно классический вопрос я периодически слышу отсылки на истории с рабином зильберман и ведь у ней так причем отсылки они сыпятся со всех сторон но я так понимаю это было бы было в те времена когда все на видео аудио особо не фиксировалась и единственное что от этих историй осталось от какие-то древние видосы в контач и но их я найти низ не смог да и собственно потому что не особо пытался а но реконструкция этих событий в моей голове сложилось таким образом что некий мужчина который похож на что-то среднее между голумом и гомункулом зюганова с очень высоким смешным голосом представляющиеся раввином соблазнил мальчика поехать отдыхать вместе с ним поскольку вы общались в одной философской но баба поскольку в одной тусовки общались после чего облил мочой вопрос а что что конкретно спешно во всем этом ну там никто не смею не соблазнял там человек сам попросил его облить мочой такой суши у меня идея для фильма есть давай короче лягу на пляже а ты мне на спину насышь то есть я думаю зильберман даже охуел когда услышал раз типа чем а потом ничего втянулся это то есть просто весь он просто как как называется это направление в порно или люди которые это любят почему порно это художник акционист это вот performance art такой случае с при тремя сезонами приключений раввина зильбермана это даже сказал visual art так и раз большой донат ну так о чем ты говорил перед этим у да мы разобрали кейс с ведь у нее зильберманом и так далее суши я я если честно даже как-то ну чуточку смущен потому что скажем так я накидал несколько вещей которые на тему которых можно было бы поговорить собственно это франшизы но которые называл это тематика драматургии в современных играх и современных сериалах типа но мне бы такой такой вопрос суши если если прям ну совсем бадун замучил я могу типа сама скипнуться но если есть какая-то тема который ты хотел бы обсудить я в принципе могу тупо поприсутствовать с донатами и позалипать да нет нет у меня тема которая хотел бы обсудить сегодня тупо тупо разговорный стрим без ничего 2 жестко жестко но смотри есть такое предложение тогда просто палитату обсудить и я не слежу за палитатой это во первых во вторых то за который я слежу и обсуждать нельзя а я тебе понял такой еще вопрос а как ты относишься к использованию классического классического политического компаса но это такая такая временная эвристика помогает прийти к каким-то полезным выводом на каком-то этапе а потом нет смотря на него у тебя не было такой темы что может там чет не хватает каких-то измерений нет ну понятно что крик там например экология не учтена совершенно то есть взгляд на экологические проблемы это тоже вот еще одно политическое измерение ты была прям отдельно включал то есть это не конечно элемент ливизны да нет ну потому что она там можно быть при этом за рынок и против рынка можно быть при этом авторитарным и не авторитарным и так далее ну а вот такое скажем супер упрощенное эколитарное использование экологических ресурсов как это принято в странах третьего мира и россия когда тупо приводится привозится бочки с отходами кислотой выливаются там в реку боевой в озеро байкал и объявляется что теперь это будет как наши нашей туристической точкой это разве не элемент ливизны в государстве когда нету скажем так нету нету четко выверенных по позиции в использовании ну в адекватном использовании подобных ресурсов а все используется по принципу типа да похуй не знаю причем здесь ливизна но в любом случае зависит от определения ливизны тони 100 рублей ты пытаешься выйти на диалог про сайфай про игры про сериала про днд и кубики может еще телочек с ними обсуждать будешь а может и про машины поговорить спасибо за 100 рублей ну кстати я думаю что что что-то из этого маргинала могло бы зайти из этого перечня что ты за я просто например изобрел свой собственный компас политических координат к несчастью он не совсем учитывает тему экология ну поэтому наверное тебе он не совсем зайдет зато он учитывает целых три направления ли визны правизны и он трехмерный то есть 3d компас политических координат да ладно маргинал суши маргинал я наверное это да сама скипнуть не ну можно в принципе как бы но я просто к тому что как бы 50 долларов все дела но типа я не дать не могу поддержать разговор не по одной из этих тем и как бы ну не то чтобы было обещано что смогу не потому что как бы у меня за спиной 5 лет стриминга в ходе которого по моему было понятно что я не не играю в игры с кубиками и как бы не смотрел ни одной нахуй серии стартрека вот и мне в общем-то совершенно насрать не просто ничего блять сказать не по одной из этих тем абсолютно как бы чё там с навальным я тоже не знаю блять и так далее то есть но как бы не я но с навальным ты это и не ко мне то есть когда я говорил про политику я больше имел ввиду ну я не я не новости в полито ты имел ввиду ни в коем случае да да ну вот ну вот в общем в принципе да можно наверное окей ну вот да так что все марган да давай удачи нормально посидели а